Привет друзья! Сейчас я покажу как почистить или заменить ролики забора бумаги Samsung SCX3400. Самый простой и доступный способ. Добро пожаловать на канал Samsung Master. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджей, а также ремонту принтеров и МФУ. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте комментарий, если понравилось поставьте лайк. Итак, приступим. Сначала надо снять лоток для бумаги, чтобы он не мешал. Затем опрокидываем принтер и откручиваем два винта внизу передней панели. Затем опрокидываем принтер на бок. И откручиваем винт сзади, который удерживает боковую стенку. Затем подцепляем боковую стенку плоской отверткой. И затем снимаем ее. Теперь надо открутить два винта в этих местах. И отщелкиваем зацеп, который держит переднюю панель. Находится он вот в этом месте. Затем оттягиваем переднюю панель. И вынимаем поддон с направляющими бумаги. И после этого нам открывается очень хороший доступ к роликам забора бумаги. Теперь их можно при желании почистить. А если есть необходимость, то снять и заменить. Почистить их можно тряпочкой, смоченной специальным раствором. Либо просто слегка влажной тряпочкой. Если они не сильно изношены, этого будет недостаточно. И если надо снять, тогда делаем следующее. Откручиваем винты, находящиеся в круглых отверстиях. Берем длинную магнитную отвертку обязательно, чтобы винты не упали внутрь. Теперь надо сдвинуть влево блок роликов, чтобы разъединить его с осью. Немножко приподнять и сдвинуть влево. Блок вынимается. Сейчас я покажу, как снять ролики. Сначала отсоединяем пружинку. Затем вот в этом месте надо подцепить фиксатор и провернуть его. И разъединяем блок на две части. Теперь можно снять ролики. Этот ролик надо просто подцепить. Он легко вынимается. Вот таким образом. Другой ролик снять немножко посложнее. Здесь надо сначала снять стопорную шайбу. Делайте это осторожно, чтобы шайба не улетела и не потерялась. Вот так она выглядит. В одном месте разрезала. Теперь вынимаем ось и снимаем ролик. Теперь при необходимости его можно заменить. Начинаем сборку в обратном порядке. Ставим ролик. Вставляем в него ось. Здесь обратите внимание. В муфте пружина. Один конец ее надо вставить в прорезь муфты. А другой конец вставляется в корпус, в специальное отверстие. Вот так она ставится. После этого ось вставляется до упора. Затем ставим на место шайбочку, чтобы она зашла в прорезь. Смотрите продолжение в следующей части. butcherкаться до пропорции Дмитрий Видео все очень много! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова она ее еще раз gef五уфты. Дмитрий Да, сегодня я заряжаюсь с половиной. Песня. Ставим шестеренку, втулку и вставляем в нее второй ролик, затем защелкиваем его. Теперь можно соединить две половинки, вставляем ось, затем вставляем фиксатор и проворачиваем его до щелчка. Затем надеваем пружинку. Блок собран, теперь будем ставить его на место. Вот в эту прорезь должна войти ось. Ставим блок на металлическую планку и совмещаем прорезь и ось. И затем сдвигаем блок вправо. Когда ось вошла в блок, фиксируем блок винтами. Затем надо поставить на место поддон с направляющими. Оттягиваем переднюю панель, ставим поддон. Защелкиваем его. Выступы на поддоне должны зайти в отверстие. И закручиваем в него два винта. Вот эти два винта надо откручивать. Теперь прищелкиваем переднюю панель на зацеп. Опрокидываем принтер. И закручиваем снизу передней панели два винта. Ставим принтер на бок и одеваем боковую стенку. Закручиваем в нее винт. Осталось поставить на место лоток для бумаги. Принтер готов к работе. Если понравилось, ставим лайк. Если что-то непонятно, оставляйте комментарий. И подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи и здоровья. Будьте счастливы. До новых встреч.